С чего начать вообще оздоравливание организма? Вот тема такая, вопрос ко мне очень часто приходит и говорят люди, ну уже возрастные, говорят, у меня столько болячек, у меня то беспокоит, другое беспокоит, то есть букет заболевает. Как помочь человеку? Вот с чего начать на самом деле оздоравливаться? Можно ли? Конечно можно. Вот три основных направления оздоравливания, прям запишите. Очистка желудочно-кишечного тракта и восстановление микрофлоры кишечника. Это первая тема, то, о чем мы сегодня будем о чем говорить. Но грамотнее говорить не микрофлоры, а микробиоты. Сейчас понятие привыкайте новое, микробиоты. Вот очистка желудочно-кишечного тракта и восстановление микробиоты кишечника. Суть одна и та же, но название немножко изменилось. Вторая тема и следующая наша встреча будет, это антипаразитарная и антикандидозная программа. Но кто не знает, кандиды это грибок, то есть антигрибковая программа. Понятно? Поговорим о паразитозах основных, это апистархоз, лемблиоз, аскоридоз, антробиоз, ну и другие заболевания паразитарная, да и как справиться с кандидозом. То есть антипаразитарная и антикандидозная программа. Третья тема, завершающая по данной тематике, это поддержка и восстановление печени и поджелудочной железы. Потому что интоксикация, она идет в первую очередь, куда? В органы пищеварения, да? Очисткой от токсинов у нас занимается, в первую очередь, печень. Поэтому надо помочь печени и поджелудочной железе. Это уже как восстановительный этап. И в эту тему мы поговорим о желчнокаменной болезни. Сейчас эта тема очень актуальна. О хронических холециститах, дискинезии в желчевыводящих путях, хронических острых панкреатитах, как себя вести, как себе помочь, когда нужно срочно обращаться в больницу, а не заниматься самолечением, да? Когда можно обратиться к нам на консультацию. То есть вот обо всем об этом мы будем поговорить, обещаю, что тема будет интересная. Ну и начнем нашу тему сегодня. Чистый здоровый кишечник. Сегодня мы будем говорить о двух направлениях препаратов. Это сорбенты, препараты с сорбирующей способностью и пробиотики. Пробиотики это препараты, которые содержат полезную микрофлору кишечника. Это лакты, бифидобактерии. Известно, что здоровье населения на 50% зависит от образа жизни. Последнее время говорят даже иногда и на 60, и на 70%. В понятие образа жизни можно вложить и отношения человека к лечению. Мы сейчас очень много принимаем препаратов, да? Даже леча, ну как бы у доктора в официальной медицине, да? Назначают 5-7 препаратов при одном заболевании. Человек это все маком пьет. А усваивается это между собой, как это влияет на организм в целом. Из-за этого как происходит нарушение в пищеварении, не всегда об этом говорится. И думается, увы. Вот поэтому еще и плюс экономические, экологические кризисы, они резко изменяют условия жизни человека и приводят к накоплению вредных веществ в нашей внутренней среде организма, то есть в нашем организме. Это в свою очередь ведет к появлению дисфункции сначала клеток, потом тканей, потом органов целых, да? И организма. И сопровождается таким синдромом, выживающим заболеванием. Это синдром эндотоксикоза, то есть внутреннего отравления организма. Ну вот в традиционной или нетрадиционной медицине в последние годы, ну даже в последние 20 даже лет, возник большой интерес к применению энтеросорбентов. То есть веществ, которые способны выводить вредное. Просто сорбенты, да? В официальной медицине это что первое было? Давно уже, много болеют. Это активированный уголь. Хороший чистый сорбент, он да, он выводит, может выводить токсины, вот, но он ничем не восполняет организм. Он только вылил и все. Вот. Ухудшение экономии подтолкнуло создание вот экологических эндопрограмм. Только в последние годы стали рекомендовать не только выводить из организма что-либо вредное, естественно, но и помогать вывести все лишнее из себя и еще и восполнить организм. Наиболее вот отчетливые результаты наблюдались вот как раз 20 лет, вот мы их наблюдаем, когда появились препараты нашей компании ArtLife, причем это отмечают врачи, которые работают с ArtLife, врачи общей практики. Очень важно, что они не только освобождают от ненужных продуктов, но и восстанавливают нормальные процессы жизнедеятельности всего организма. Наибольшую популярность здесь заслужили, запомно заслужили такие препараты, как Tuxfighter Luxe, фитосорбовид и позже, через где-то 7-8 лет появились после них препараты Sorbiogel. Это как скорая помощь наша. В настоящее время это считается наиболее лучший минерал, сохраняющий антросорбент. Потому что и в официальной медицине появилось много сорбентов разных с каждым годом и появляется, и в других компаниях, но не все они, увы, сохраняют минералы в организме. То есть многие выводят и микро-минералы, и макро-минералы, то есть полезные минералы, которые необходимы организму. Сорбируя, все выводят, потому что выводят и воду значительно сильно. Вот, поэтому, но у нас появился еще уникальный продукт, буквально на днях, продукт Сорбиотик с уникальными свойствами, то есть не только выведения. Причем какого выведения, чем этот препарат отличается от трех, которые у нас уже давно, мы к которым привыкли. Почему и когда выбрать лучше именно этот препарат, чем он хорош, я вам расскажу это уже позже, в конце лекции. То есть о новинке более подробно расскажу его особенностей и свойствах. Какого-то свойства приема. Сорбиотик. Сорбиотик. Ну, сначала поговорим хотя бы вкратце, потому что есть, вижу, люди новенькие, старых препаратах, чем они отличаются, и когда, какой препарат лучше выбрать из этих даже трех стареньких препаратов. Это Токсвайтер Люкс, первое. Это высокоэффективный комплексный энтеросорбент, на основе растительных компонентов, обладает способностью прочно выводить и связывать из организма токсины абсолютно любого происхождения. То есть не только эндотоксины, но и экзотоксины. То есть лекарства, которые препаратом поступают в наш организм, который не может переработать. То есть любые абсолютно токсины, соли тяжелых металлов. То есть абсолютно. Вот входя, что входит основной в его состав? Что обладает именно сорбирующей способностью выводить? Это пшеничный отрубилист, подорожник, ассамблимированная свекла и яблочный пектин. Обратите внимание, никакой химии нет. Абсолютно все растительное происхождение. Чем это ценно? Вот. Ну, и способны вводить радионуклюиды даже. Любые токсические метаболиты из своих тяжелых металлов. Вообще считается, что токсвайтер люкс – это сорбит, который работает на клеточном уровне. То есть он помогает и клеточку нашего организма любую очищать. Какие входят еще компоненты, кроме сорбирующих? Это растительные экстракты, обладающие противовоспалительным желчегонным, мягким спазмолитическим действием и способствуют улучшить пищеварение вообще на фоне детоксикации организма. Вот из всех сорбентов, вот посмотрите, я сказала, желчегонный эффект. Здесь самый сильный желчегонный эффект. Поэтому сразу остановлюсь. Если сильный желчегонный эффект, людям желчнокаменной болезни его нежелательно использовать, потому что могут камешки зашевелить. У нас есть другие сорбенты, более мягкие, которые менее выражены с желчегонным эффектом, которые можно применять. В ферменты такие входят папаин, бромелар, которые осуществляют пищеварение, то есть помогают расщепить наш пищевой комок и стимулируют активность местного иммунитета, разрушая клетки патогенных микроорганизмов. То есть способствуют выводить тоже лишнее, то есть коли они микроорганизмы патогенные выводят, то есть и переваривают, и расщепляют, и помогают вводить. Самым ценным является то, что в наших сорбентах токсфайтер люкс и фитосорбавит, второго препарата, которым я буду говорить, входят лактобактерии. Они бережно сохраняют естественную микрофлору кишечника, и не только ее сохраняют, пока человек принимает препарат, но и способствуют восполнению. Вот, тем самым помогают еще сильнее выводить токсины из организма. Когда следует применять препарат токсфайтер люкс? Это можно записать, если хотите. Это дисфункции и инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Дисфункции – это чаще запоры. Острые хронические инфекции. Инфекционные и неинфекционные, обратите внимание, кожные заболевания. Вообще, при всех кожных заболеваниях, включая аллергию, очень хороший эффект дает прием наших сабвентов. Не только только свадьб, но и других тоже. Но отдельно любые аллергические реакции, включая бомхиальную ласку, пищевую аллергию, тоже помогают выводить токсины. Дальше. Интоксикация в результате пищевых отравлений. Лекарственная интоксикация. Работа в условиях вредного производства. И наш препарат Токсфайтер Люкс очень хорошо себя зарекомендовал в программе коррекции веса. То есть люди, кто хочет сбросить лишний вес, похудеть, постройнеть. Кто следит за своим весом. То есть уже на первом этапе приема этого препарата люди сбрасывают 2-3 килограмма. То есть закоротки достаточно курс. Как принимать препараты, я чуть позже вам скажу. Есть схема существует, правильный прием, все будет описано. И те листовочки, которые я всем вам раздала на столах, мы их не смотрим, не отвлекаемся. Мы их положили. Там будет подробно в этих бумажечках, брошюночках расписано диеты при отдельных нарушениях со стороны жемучно-кишечного тракта, при поносах отдельно питаться надо. Что можно, что разрешено, что абсолютно противопоказано, что ограничено. Будет немножко о питании как бы, да немножко, там подробно достаточно написано. При запорах, при поносах тоже свой подход к питанию. Там все будет расписано на этих листочках. И расписана схема приема препаратов и как препараты принимать. Причем будут расписаны схемы, какие продукты функционального питания лучше добавлять. Даже разные кастели, они при разных нарушениях стула используются по-разному. То есть у вас все это будет на листовочках, вы все эти сможете посмотреть. Кроме этого, раздала вам листовочки с аннотациями новых продуктов, сорбентов, пробиотиков. То есть подробная аннотация. Но все остальное, все тонкости я сейчас вам дальше расскажу. Фитосорболитер. Это второй теросорбент, который чуть попозже появился после токсфайтера. Это биоактивный комплекс с достаточно хорошим спазмолитическим эффектом. Менее выраженным желчеборным эффектом. Поэтому этот препарат, например, можно использовать людям при желчнокаменной болезни. Потому что сейчас их очень много встречается. Проблема такой. И это свои особенности вносит. Поэтому при определенной дозировке и после консультации, конечно же, с врачом. Потому что дозировочка там чуть-чуть поменьше. Благодаря лечебным травмам комплекс имеет выраженный антибактериальный эффект. Что тоже очень важно. Состав. Но состав менее сложный. Также входят лактобактерии, как я уже говорила. Полисорболит, микрокристаллическая целлюлоза, сублимированная свекла, входит пижма, шиповник, сена. Но шиповник, он не... Вот за счет шиповника такой легкий противовоспалительный, желчегонный, даже витаминизирующий эффект. Потому что шиповник еще является источником витамина С. То есть, как бы вот такой хороший, богатый комплекс. Какие показания для приема данного препарата? Это здоровым людям. Обязательно абсолютно здоровым людям в качестве диетического питания. Во-первых, почему? Потому что не хватает клетчатки в нашем обычном рационе. Увы, особенно зимой. Летом, осенью овощей мы едим больше, фруктов мы едим больше. Клетчатки мы получаем тем самым достаточно хорошее количество. Но тоже не всегда достаточно. Вот. А зимой, увы, весной, ну, в большинстве своем люди недополучают. Овощей, фруктов в рационе тоже питаются несбалансированно. А клетчатка нам необходима, вот как воздух. То есть, без клетчатки мы никак. Выводить токсины тоже за счет, с помощью клетчатки жимаходить. Выводить вредный холестерин тоже с помощью клетчатки. Снижать уровень сахара тоже с помощью клетчатки. То есть, токсины и все без клетчатки, ну, никак. И сама по себе клетчатка, она, он шарит, нормализует пищеварение. Потому что, особенно это важно людям старческого возраста. Ну, раньше считалось, что старческий возраст 70 лет, да? Сейчас пенсию продлили, может, еще больше. Но вообще, я считаю, что эта проблема начинается лет 60. Что это такое? Это атонический кишечник. Это когда человек вроде бы и ест нормально, вроде бы и овощи питается. Питается овощами, старается свеклу включать, винегрет в рацион. Но проблема сходить в туалет. И если стул не случается, как правило, с помощью таблеток или клизма, он идет большим толстым столбом. Это почему происходит? Потому что атония кишечника, он растягивается, переполняется. И стул бывает только тогда, когда уже чересчур его много. А мышцы не способны сократить, то бишь, они слабые. Вот как шарик перераздулся, понимаете, он не сопротивляется. Он только вялый, да. И вот без клетчатки улучшить перестатчиком просто невозможно. Понятно? Вот. Ну, а то, что мы получаем в пище, не каждый человек похвалится, что он съедает полкилограмма овощей ежедневно. Скажите, кто съедает? Да, конечно. Вот. А нужно полкилограмма. Поэтому мы помогаем с арбитами, и надо их пить совершенно здоровым людям. Я считаю, что если это молодые, если это дети, то хотя бы два раза будут пропивать. Если это люди пенсионного возраста, то три-четыре раза в год это обязательно. Даже если человек считает себя здоровым. Есть такие, редко, но бывает, кто говорит, а я здоров, мне ничего не беспокоит, ничего не болит. Но это, как правило, люди плохо обследовали. Дальше. При гастритах, энтероколитах, каких-то диспепсических расстройствах улучшает даже течение язвенной болезни. Но при язвенной, помните, антибактериальный, бактерицидный эффект противоспалительный хороший. Но в острое состояние, когда острое обострение, болевой синдром, вы никакие соменты запомните, вообще не принимаем. Кроме одного нового, о котором я буду говорить. И в некоторых случаях можно сорбиогей, но вот этот препарат можно. Ослабевает, то есть прием фитосорбовита ослабляет токсико-аллергические реакции в организме. Улучшает функцию печени, желчевыводящей системе. И является антидотом при отравлении тяжелых металлов. Вот если человек знает точно, что отравился тяжелыми металлами, это препарат выбора, фитосорбовит. Вообще я считаю так, что всем надо дома иметь какой-то ассорбент, чтобы он был всегда дома. Даже если вы не принимаете, мало ли что-то недоброкачественное съели. Или же когда заболели ОРЗ, грипп, какое-то обострение хронического заболевания, и идут токсины образуются в большом количестве организма. Хотя бы на ночь вы должны принимать какой-то ассорбент. Но сейчас однозначно это препарат-сорбиотик, вы это поймете. Но в принципе, если у вас есть уже в наличии фитосорбовит, токсфайтер, сорбиогид, пожалуйста, можно использовать их прекрасно. Используются с целью профилактики нарушения обмена веществ. В комплексной терапии, как я уже говорила, атеросклероз, сахарный диабет, когда снижается холестерин и сахар, помните, так? В комплексном лечении тоже любых кожных заболеваний. Какой-то из препаратов всегда можно выбрать. Ко мне иногда люди приходят и говорят, читают токсфайтер, он очень хороший, сильный препарат. Но говорят, тут есть травки, тут состав довольно богатый, которые, увы, у нас аллергия. Хоть я и объясняю, что тут на аллергии, как правило, на цветение трав бывает, но люди боятся и говорят, если боитесь, лучше не принимать. Фитосорбовит, тогда он помягче, там меньше состав, поэтому препарат выбора есть другой. Всегда можно что-то выбрать. В комплексном лечении тоже кожных заболеваний. И также фитосорбовит обладает иммуномодулирующим, иммунокорректирующим действием, то есть профилактика онкологических заболеваний. И когда у человека онкология, и пролечился, он прошел курс химиотерапии, например, сегодня химиотерапия была, на завтра надо помочь вывести токсин. Мы тоже рекомендуем какой-то сорбин. Токсфайдер мы не всегда назначаем, потому что если онкология желудочно-кишечного тракта, то его нельзя. А фитосорбовит в небольших дозах, Соробиокей для нового препарата, пожалуйста, можно. То есть также лучевая терапия, чтобы помочь вывести, чтобы легче. Ну, слышали, наверное, дай Бог, чтобы этого никто сам не переносил, никогда и близкие не переносили. Мы наверняка знаем, что химию в большинстве своем перегородит очень тяжело. Некоторые, увы, даже перенести ее не могут. Есть такие случаи. Поэтому надо помогать людям. И препараты надо использовать. Следующий препарат Соробиогей. Сразу скажу, вот, да, не сказала, токсфайдер у нас есть в двух видах. Если вы планируете использовать препарат регулярно, раз в квартал, или есть, например, такая проблема у кого-то, кожное заболевание, мы назначаем более длительные курсы. Если, например, подхожный клещ, можно использовать непрерывно этот препарат в течение полугода. Там только схема есть определенная, это после консультации со мной придете, я вам распишу, расскажу, как правильно. Тогда, или вся семья использует, тогда однозначно лучше купить в порошке. То есть это 300 грамм на долгой хвате. Если человек для себя однократно хочет использовать и для одного, у нас есть токсфайдер в капсулах. Состав один в один, то есть он ничем не отличается. Просто меньше по объему и капсулированно. Ну и те, кто, люди, не может порошок, говорят, ну не могу. Я порошок этот пить ваш и разводить с водой не могу, никак не могу. Тогда капсула. Фитосорболит у нас только в таблетках. А вот суробиогель у нас, он только в виде экстрактов, соков, трав, поэтому представляет собой по виду, как повидло. И цвет такого темно-коричневого, то есть на фруктозе. Он такой сладенько-приторный, сладенький. Почему, сейчас я объясню. Туда в сорбент введен был фруктоза. Вот, он есть в тубах, потому что доза по чайной ложке, например, да? В два раза, в три раза, в зависимости от состояния. Кому один раз в день назначают. Чайная ложка. А есть в форме саше. В саше две чайные ложки. То есть удобно с собой носить пакетики, да? Но мы тем более продаем не обязательно коробку. Можно там на несколько дней взять или в дорогу, кто вот едет, чтобы был сорбент. Пожалуйста, можно удобно использовать. Кому как удобно. Кто-то говорит, я не люблю. Пожилые люди, совсем пожилые, там 80 лет, руки болят, суставчики мелкие болят. Говорят, ну не могу я эти пакетики выдавливать. Неудобнее из тюбика в ложечку. То есть кому как удобно. Два варианта. Состав, естественно, один к одному. Вот. Это предназначен сорбент для быстрого. Когда нужно быстрый эффект получить. Нейтрализовать и вывести токсины. Он отличительной способностью. То, что он быстро всасывается. И в желудочно-кишечный трактах. И уже начинает впитываться в полость рта. Почему? Его рекомендуется рассасывать во рту. То есть он на фруктусе. Его рассасывают не горькие травки, экстракты. И 2-3 минутки рассасывать во рту. То, что вы когда рассасываете во рту, попадает под язык. А там у нас крупные сосуды. Препарат быстро впитывается. И уже через 2-3 минуты начинает работать. Стоком крови. То есть быстрая активность его. То, что мы рассосали, что-то мы проглотили потом. Но больше 2-3 минут вы не сможете рассасывать. Он все равно проглатывается со слюной. Потом запить лучше стакан воды целой. И глотать лучше мелкими глотками. Почему? Когда он равномерно глотает и поступает в пищеварительный тракт, он медленно и пролонгированно работает. То есть часть у нас впиталась сразу за 2-3 минуты и активно начинает работать. То, что позже впитается. И когда мы пьем не залпом, а мелкими гладочками, то равномерно распределяясь, он еще и противовоспалительный эффект очень оказывается. Начиная с пищевода желудка. То есть вот такой очень хороший комплексный препарат, как скорая помощь. Состав его. Это полисорболит. Я мне и грамотно говорю. Это отнимает много времени. Согласна со мной, да? Я вот в новом препарате кое-что остановлюсь на дозах. Но только некоторые моменты. А вот здесь это все можно почитать и в каталоге, и на коробочке. То есть отруби пшеничные, пектин яблочный, акация, смола, гумиарабик, клетчатка яблочная, коры, осины, экстракт, что очень важно, шиповника, плодов экстракта, солянки, холмовой, сены тоже. Но сены везде, заметьте, очень маленькое количество, небольшое. Потому что сейчас все знают, что если таблетки раньше сенные пили, кто на них подсел, тот потом уйти не может. Вроде бы трава, а потом вообще стула нет без этих сенных таблеток. То есть здесь очень маленькая концентрация, не бойтесь. Сена тут добавлена. Она и пишется в последних, заметьте, да? То, что больше впереди, а это в конце. Поэтому не бойтесь. И экстракт кукурузных рылиц. То есть тут и желчегонные, и мочегонные мягкие эффекты очень хорошо. Ну, вспомогательная структоза, кальция, цитрат, ну и многие другие ингредиенты натурального происхождения. Когда стоит применять? Это в качестве источника органических кислот, пищевых волокон, но это все же меньше. Чаще это пищевые отравления, алкогольная, даже наркотическая интоксикация, чтобы быстро вывести человека и перевести его в чувство. Это кишечная инфекция, даже любые кишечные непонятные инфекции. Вирусные аллергические заболевания, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, проживание в экологически неблагоприятных районах, ну и работа на вредном производстве. Но, вот, например, я как доктор, просто это перечень вам прослушиваешь, что где, вот в плане выведения от атеросклероза диабет и ожирения, я бы предпочтение отдала токсфальтерам. Он мощнее и лучше работает. На втором месте фитосорболит, только на третьем месте соробиогель. Потому что надо понимать, соробиогель это все же больше скорая помощь, понимаете, экстренная помощь. То есть показания-то есть, но вы должны тоже дифференцировать, какой препарат как-то лучше. Опять же, желчнокаменная болезнь наш любимая. Какой сорбент? Пожалуйста, его тоже можно использовать. Потому что тут эффекты желчегонные крайне слабые, как бы, мы не боимся. То есть он и хорошо переносится. Вот все сорбенты, вот опять же у меня говорят, люди с поносами, с запорами, кому какой сорбент лучше. Вот с запорами, конечно, лучше однозначно фитосорболит или токсфальтер. Если запоры, вот бывают запоры, это запоры розни тоже. Бывают запоры один день, через день человек ходит. Бывает, запором называется, вроде человек ходит каждый день, но туго. Тяжело, спертый, камнями, это тоже запор. Бывает, он ходит раз, два, три дня и нормальный стул. То есть тут индивидуально все, понимаете? Но если стул тугой, стул должен быть в виде кашицы. Или кашицы, но плотной кашицы. Или должен столбом, колбаской, как мы говорим. Но не плотной колбаской, а довольно мягкой консистенции. То есть, понятно, это очень важно в понимании, в принципе. Но это на самом деле так. И всегда после стула должно быть чувство опорожнения полного. Бывает так, что человек сходит, а чувства опорожнения нет. Это тоже проблема, это тоже нарушение. Вот когда запоры, однозначно лучше стык. Если по носу у человека токсфальтер, мы очень аккуратно. Потому что токсфальтер сильно, помните, усиливает перестальчик у кишечника. Он сильнее. И нам ее не надо усиливать, у нас атака по носу. Поэтому тут лучше фитосораповид или сорбиогелия, рух или лимон. То есть, индивидуально подходить. Вот на листовочках у вас все это написано. Просто я сейчас акцентирую, чтобы вы понимали почему. Там просто схема написана. Теперь это понятно? То есть, у них свойства вроде бы похожие, действия похожие. Но где-то больше, где-то меньше. Еще, если мочекаменная болезнь у человека мелкие камни, токсфальтер лучше тоже не пить. Запишите себе. Потому что могут пойти камушки мелкие, зашевелиться. То есть, желчнокаменная, она мочекаменная. Еще, токсфальтер нежелательно принимать, когда полипа кишечника. Почему? Усиливается перестатика, полип раздражается. И может быть, кровоточивость полипа или запустить какой-то не очень хороший процесс. Поэтому лучше выбирать фитосорбовиц или сабиогель или сабиотик. Понятно, да? Вот. Ну и если онкология кишечника, токсфальтер противопоказан. Но у кишечника, то это естественно нельзя. Понятно? Ну, не леченый, не оперированный человек еще. Ну, как бы мы не токсфальтер, потому что запомните, сильнее всего перестать показывать. Поэтому, а нам здесь противопоказано. Уложилась, говорит. Теперь показания, ну, тоже запомнили, суть поняли. Теперь следующий момент. Дисфактериоз кишечника. Или, как по-грамотному сейчас говорить, нарушение микробиота человека. То есть микробиота кишечника человека. Потому что бактерии полезны. Нарушение микробиологического равновесия кишечники служат выпусковым механизмом не только в развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и лежит в основе развития патологии вообще системного характера. Если у человека диспиоз, были нарушения микробиома человека, можно, я буду говорить по-старому? Дисфактериоз просто быстрее, потому что. Вот. Может развиться и кожное заболевание. Может провоцироваться обострение в ланхиальной азии. Тот же сахарный диабет. И гипертонин может провоцировать развитие. Вот просто дисфактериоз. Дисфактериоз может провоцировать обменные любые заболевания. Особенно это подагра касается. Сахарный диабет тоже может запустить, ускорить процесс в лесу. У человека заложено было какие-то проблемы. Особенность в лесу ожирения. Вот. Ускорить процессы формирования, образования, нарушения суставов. То есть артрозные изменения. То есть, представляете это серьезно? Ну и, конечно же, аллергики. Все аллергики имеют признаки нарушения микробиома. То есть признаки дисфактериоза. Это 100%. И если не заниматься этой проблемой, аллергия тут прогрессирует. Вот. Ну, у детей пугаемся. Вот если пищевая аллергия у ребенка, у них щечки диатезные, там, попка диатезная, ручки, ножки, сыть бывает разная, да? Бывает мелкая сыть, бывает как лопухи. Они ужасно чешутся по типу крапивицы. Это зуб страшнейший. Бедные дети. То есть мы их пичкаем антигистаминными препаратами. Что мы даем еще? Ну, пытаемся держать диету. Самое главное – это диета, конечно. Питание. Надо исключать пищевой аллерген. Это однозначно. Вот. Мы жалеем кожу, мажем ее, да? Всякие мази. Сейчас их очень много всевозможно. Но запомните одно. Вот все, что у ребенка на коже при аллергии, особенно у ребенка, то же самое у него в кишечнике происходит. Там подобная реакция на слизистые. Почему у них дисбактериоз из-за этого? И у них и слизь почему со стула бывает. И у них стул непереваренный бывает. То есть это признаки всего дисбактериоза кишечного хурия у детей, начиная с детского возраста. И если у ребенка это систематически, то потом взрослый человек 100% живет с дисбактериозом. И само по себе без лечения это уже не проходит. Это надо понимать. Не восстановится сам организм, если произошел срыв. Если организм сильный, срыва не произошел, то и что его восстанавливать? Правильно? А если уже срыв произошел, то этим надо заниматься. Во-первых, надо понимать, что нормальная микрофлора выполняет ряд важных функций в организме. В первую очередь это защитная функция. Причем в последнее время говорится, что, вот Андрей Алексеевич даже говорит, что 70-80% иммунитет зависит. Раньше было 50-60%, сейчас уже 70-80% от нашей полезной микрофлоры. От ее наличия, от ее количества, от ее эффективности работы. То есть, если не хватает полезной микрофлоры, а дисбактериоз развивается когда? Когда разрушается, теряется полезная микрофлора. Мне говорят люди, когда она теряется. В первую очередь с поносами. Она просто вымывается вся. Вот. Запоры. Если там все сперлось, то уже все выходит. То есть, что запоры, что поносы, теряется микрофлора. Любые отравления, любые массовые назначения препаратов, когда большое количество полипродмазей. Когда гормоны очень сильно разрушают природу. Если у человека есть паразиты, глисты, они тоже, считайте, 100% дисбактериоз. То есть, идет дисбактериоз. То есть, тоже страдает, убивает полезную. Если у человека бактериальная вирусная инфекция, то же самое. То есть, очень много. Дальше, обменные функции. Иммунные участвуют в поддержании постоянства среды организма. То есть, дисбактериоз или нарушение микробиоты кишечника человека, это нарушение биологического равновесия между патогенной и условно-патогенной микрофлорой кишечника. Что это значит? Вот есть полезная микрофлора. Лакта, бифида, колебактерии еще. Если полезная пропадает, что происходит? Кишечник махом заселяется какой бактерией? Сначала, ну, патогенной позже. Сначала условно-патогенной. Почему? У нас у всех присутствует, ну, какая-то условно-патогенная микрофлора. Но даже когда кровь, этот кал, вернее, извините, на дисбактериоз мы сдаем, вот, там пишут, например, стафилококки в таком-то количестве. Вот есть определенное количество, которое безрыдное, они как бы условно-патогенной считаются, но в определенном количестве, там, 10-5-й, когда уже, это уже патогенная. То есть, активируются эти условия, там могут быть и клипсиелы, и шерихи, могут быть и, господи, хламиди, и реаблазмы, все что угодно может быть. То есть, те же кандиды, они могут никак с теми проявлять в малом количестве, но когда полезная флора погибает, иммунитет садится у человека и активируется условно-патогена. Позже присоединяется бактериальный куман. Вот. Это вам горяченький. Горяченький попробуй, маленечко отвлечься, отдохнуть и что-то вкусное запитать в неполезном организме. Ну, мешающий, горячий. Понятно, когда уходит полезная флора на ее место, или активируется условно-патогена, или патогенная микрофлора кишечника. Вот еще. Тихонечко, пожалуйста. Закресите. Да, пожалуйста, тихонечко. Дисбактериоз, еще раз повторюсь, тем более, новые люди у нас появились, не проходят сам по себе, никогда без лечения. То есть, он требует специальной коррекции. Подход к лечению должен быть комплексным, обязательно. И, однако, вот обязательным компонентом восстановительной терапии являются препараты пробиотики. Что это за пробиотики? Это те, как раз, которые содержат полезную микрофлору кишечника. Лакты, бифиды, бактерии. Ну вот, в официальной медицине есть еще и полибактерии, у нас пока только лакты и бифиды. Но лакты и бифиды, это не значит, что какая-то один вид лакты и бифиды, их очень много разных видов. Вот у нас препараты комплексные, которые содержат по несколько лактов, лактобактерий, видов и несколько бифидов. То есть, комплексные препараты. Вот, вообще, основные препараты сейчас это бифидобак и пробинор. Бифидобак – это препарат, созданный тоже, по-моему, технологией. Раньше у нас, когда-то 20 лет назад, это было просто в капсулу помещались высушенные бактерии, бифидобактерии. Да, сейчас они, конечно, работал препарат, да, но он был не таким активным. Сейчас он в виде микрокапсул, подобен пробинорму нашему препарату, более новому, более совершенно. То есть, в капсуле им микрокапсулы. А в микрокапсуле, сама эта микрокапсулка, это определенная среда, которая растворяется только в кишечнике, то есть, спокойно проходит желудочный барьер, потому что нам нужно, чтобы попадали они в кишечник, а в желудке не разрушались. И в этих микрокапсулах есть молочная среда, то есть есть питание для них. Есть органические кислоты, есть питание для них. Вот бифидобактерии, это только бифидобактерии. А пробинорм содержит штаммы и разные штаммы, и бифиды, и лактобактерии. Причем, считается, что если вводить в одном препарате и бифиды, и лактобактерии просто, без микрокапсулирования, то капсулки начинают, вернее, не капсулы, а бактерии болезни, они начинают конкурировать. Какие активнее окажутся, те и приживутся, вторые погибнут. То есть, создавая, как нам их помочь, чтобы усвоились и работали те и другие, нужно питание. И нужно возможность, чтобы они прижились в эндотелии кишечника, на наших ворсиночках, на нашем поверхностном слое кишечника. Понятно? Вот как раз и бифидобактер, и пробинорм содержат такую основу. Но она молочная. Почему я акцентирую уже второй раз? Потому что у нас теперь будет серия новых препаратов памбиолакты, которые безмолочная среда. Там тоже была питательная основа, но безмолочная. А это важно почему? Потому что сейчас очень много людей с аллергией на лактобер. Поэтому стал вопрос, что нужно непереносимость лактозы, и стал вопрос, что нужно создавать пробиотики более современные, и чтобы спокойно могли их использовать люди, у которых аллергия на молоко. На самом деле, многие даже не знают, что у них непереносимость лактозы. Ну а среди детей это очень много. Пищевая аллергия у детей до 3-5 лет. Даже потом она бывает, проходит это как ложная аллергия. Но вот до 3-5 лет очень много деток, кто не переносит молоко, увы. И я надеюсь, что в наше современное время мы и детицы, кто кармливает ребенка, кармливаем молоко. То есть это может так, сбой такой в организме жуткий. Это редко, но это бывает. Вот у меня к дочери обратилась знакомая. Ребенку сейчас 9 месяцев. Она, я говорю, живут они в сельской местности. Привезли они его сюда, к нашим докторам, то есть в Томске, посоветоваться. Что такое? Дочка, когда увидела, раздела ребенка. Он весь вот в тех лопухах, как я сказала, в жуткой крапивице. И постоянно ребенок чешется, капризничает. 9-10 месяцев. Вот такой вот. Это просто смотреть. Ни мама, ни папа вроде как не аллергики. И когда ребенка обследовали, сделали догрануляцию тучных клеток, оказалось, что у него аллергия на молоко. А мама молоко стало пропадать, и она решила подкармливать, причем у него заведенным, просто цельным коровьем молоко. И сбило ребенку весь организм. То есть нарушился стул, начались запоры, метеоризм у такого маленького ребенка. То есть вот эти вот кожные проявления, как симптоматика. То есть теперь уже требуется серьезное лечение. Поэтому все же есть адаптированные смеси, если у кого проблемы молочного скармливания. Но я немножко отвлекусь, чем перед тем, как рассказывать дальше препараты. Эта проблема реально очень серьезная. И ей надо заниматься, вот дисбиоза, вот эти вот нарушения микробиома человека, дисбактериоз, ей надо заниматься, когда мама уже планирует беременность. Услышали меня? Почему? Даже если у вас нет в роду аллергии. Во-первых, шанс, что у ребенка будут аллергии маленькие, но он все равно есть, да? В условиях нашей экологии, химизации, автоматизации. То есть искусственно мы создаем синтезированные вот эти продукты, мы аллергию провоцируем в развитии, почему больше и больше становится больным. Но даже дело не в этом. Очень серьезно люди относятся к женщинам, к ведению беременности. Почему я на этом акцент делаю? Ученые последние годы доказали. Вот все знают, и в наши времена, кто был в возрасте, пенсионеры, все знают, что нас отправляли, когда мы на беременную, беременные были, к стоматологу. Ну, многие как, сходили для галочки, пометочка, есть что было у стоматолога, а дальше дело это. Бои, кто боялся лечить, ну, разные причины. Даже в советские времена, когда это бесплатно было. То есть даже тогда речь. Сейчас то же самое. Далеко не все. Сейчас в основном все платно. У некоторых говорят, у меня на это денег не хватает. Ну, и не занимаются этим. Вот доказано учеными. Теперь абсолютно точно. Та микрофлора, которая у нас во рту у беременных женщин, та примерно же микрофлора в плаценте. То есть то, что получает ребенок еще в трубе. Представляете? Это научно доказано. Но у нас есть сейчас препараты, очень хорошие, с бактериями тоже, для полоскания вот нашего средства. То есть, которые содержат полезные бактерии, которые помогают нормализовать. И женщинам на протяжении всей беременности, кто встал на учет, рекомендовали использовать полоскание два раза в день, утро, вечером. У них дети рождались более здоровые, с нормальной микрофлорой и меньше проявлений всех со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть все это очень серьезно. Дальше. Если рождается ребенок естественным путем, а не кесарево сечением, то он заселяет, заселяет целый кишечник, но он же глотает что-то даже, ну, попадает по родовым путям. То есть там есть и полезные микрофлоры, тоже защита у мамочки есть. А если у кесарево сечения, путем кесарево сечения, он что получает первую кокуфлору, кроме той, которая используется через плацанту? С кишечника. То, что вокруг его окружает, нет персонал, мама, папа, гости всевозможные, которые все хотят ребенка в первые дня видеть. А сейчас же у нас еще разрешили, можно в роддома приходить и смотреть, как за границей. То есть ребенка, кесарево, надо берегать и заселять ему флору, не дыша на него всеми, кто знает, гости какие пришли, с больными зубами, там, стриптологи, стафилологи, носителей. То есть пока в роддоме ребенок, он не заболеет, он придет домой и начнутся проблемы. Понимаете? Почему в раннем возрасте, когда выписались, часто у детей бывают конъюнктириты маленьких от грудничков? Это тоже, потому что защитный иммунитет не сформировался у ребенка. То есть все как серьезно. Заметьте, да? Поэтому мамочке, если есть какие-то проблемы, надо маме, во-первых, полоскать ротик, у нас есть прекрасное средство, и принимать пробиотики. Или бифидобак, или пробинору. Появятся новые вот в этом году препараты. Мы о них будем говорить, без лактозы. Но сейчас, по крайней мере, можно эти препараты использовать. Это только будет в помощь для того, чтобы родился более здоровый ребенок. Даже если что-то там заложено, у него быть все равно это защитит организм ребенка. То есть это очень важно. Ну и про микрокапсулирование я уже сказала, что там фермент попоения есть, что бактерии лучше. Каркас из природных волокон состоит. Вот в микрокапсуле. То есть там и волокно есть, и молочные ослойки. То есть это очень полезно. То есть приобиотики есть внутри этих бактерий. И пробиотики, и приобиотики. Вот. Теперь про новый препарат. Почему мне вот хочется скорее про него рассказывать. У нас в Pambiolact Kids появился первый из панбиолактов. Их будет, я говорила, 6 или 7 препаратов, продуктов. То есть там будет раз для взрослых, это для детей. Восстанавливать микрофлору надо деткам с 3 лет обязательно. Почему? Потому что любой ОРЗ уже сбой на ее. Если аллергия, сбой. В первую очередь страдает какая флора? Бифидофлора. И особенно если с грудничкового возраста. Раньше говорили так. У ребенка проблемы со стулом. Или понос, или не переваренная, комочками пища выходит. Вот. Или заборы, типа до 3 месяцев ничего страшного. Это естественный дисбактериоз называли. Но это неправильно абсолютно. Не должно быть такого. Это значит точно у мамочки проблемы какие-то были. Или ребенок кисоренок. У здорового ребенка, нормально, естественно рожденного, в принципе, и у здорового мамы не должно быть этого. Вот. Потому что аллергия все равно проявляется, даже если заложена, она позже немножко. Но с 3-х лет надо уже серьезно заниматься. Чем хороший этот препарат? То есть маленькие капсулы, которые уже в 3 года ребенок спокойно может проглотить. Там 7 штаммов полезных бактерий. Есть пребиотики. То есть есть среда. Чтобы эти бактерии прижились в среде. Помните, о чем мы говорим? И пока ребенок принимает, чтобы они работали тоже. И есть активаторы иммунитета. Чтобы помочь, пока это восстановится микрофлора. Есть уже компоненты, которые сразу помогают активировать иммунитет. Когда детям нужно назначать эти препараты? В комплексном лечении тоже пищевых отравлений, гастроэнтеритов. Кишечные инфекции. Очень часто, кстати, у детей бывает. Болезни ЖКТ любые абсолютно. Вызнанных хеликобактером, дисбактериозом. Это не значит, что только 3 года ребенка. С 3 лет. Причем этот препарат можно и взрослым использовать. Когда? Я вам чуть проще расскажу. И инфекции верхних дыхательных путей. Аллергические. Причем аллергикам по всем пунктам. Заметьте, в комплексной терапии. И пункт про профилактику. Опять атопический синдром. Аллергия у детей равная. Наследственная противорасположенность. Укрепление иммунитета. В период сезонных заболеваний. Сейчас обострение идет. ЛРЗ, гриппа. В период адаптации к дошкольному очередению. Когда ребенка в школу. Он же там столько флоры получит. Новые. А в 3 года. В 2,5-3 года. Он еще. Почему они болеются часто? Неделю выходил и болеют. Да? Да потому что новое микрофлору он встретил. С которой он справиться не мог. Плюс вирусы какие-то может быть. Или даже условно-патогенные бактерии. Кто-то привел с соплями. Извините за ребенка. То есть не издалого. То есть сразу заболевает. Другие ходят вроде бы. А этот ребенок новенький. Заболел сразу. В период адаптации. Слышали такое понятие? Вот. Чтобы он прошел легче. Быстрее. Вот как раз и помогает введение продукта. Чтобы нормализовать микрофлору кишечника. Для уменьшения синдромов. Связанных с непереносимостью лактозы. И аллергикам. У кого аллергия к пищеварному лаку. То есть это без молока. Без лактозный продукт. И все остальные пропиоеводивы. Паббиолакты. Которые будут для взрослых. Они тоже будут безмолочные. Понятно? Вот в чем ноу-хал. Ну не только в этом конечно. Пробиотики. В состав детской облигатной микрофлоры. Которые входят. Подобранно. Потому что у взрослых все равно. Микрофлора меняется. Чем старше человек становится. Там более активны становятся лактобактерии. Они более необходимы. У маленьких детей. Нужно больше развивать бифидофлору. Вот. Высокая. Причем концентрация. 1 на 10 зят. То есть миллиард полезных бактерий. А вот это. Доброядаются нормы. Даже при условии, что если у ребенка там почти нулевая. То есть может способен этот препарат восстановить. Защита от агрессивных факторов внешней среды за счет капсул. Так. Состав капсул. Обладает высокой жизнеспособностью. Вот. Которая заселяет только слизистую кишечника. Они вот доходят только до толстого кишечника. Там высвобождаются все активные бактерии. Выращены на гипоаллергенных средах безопасных. Абсолютно без лактозы и без молока. Обладают естественной устойчивостью к приему ряда антибиотиков. То есть можно параллельно с приемом антибиотиков. Понятно? И антибиотики не разрушают. Причем пробинорм наш тоже можно на фоне антибиотиков. Но после приема антибиотиков дальше рекомендуется его тоже назначать. Вот бифидобактерии. Четыре вида бифидобактерий. То есть это нормализация микробиоциноза кишечника. Уменьшается метаболизм. То есть усвоение и белков, и жиров, и углеводов. Лучше усваиваются минералы. Влияет на синтез антител. То есть к патогенному микроорганизму. Чтобы вырабатывались быстрее антитела. И погибали патогенные вся любая микрофлора. То есть выработка лизоцина, интерферонов. То есть естественно защитным фактором иммунитета. Увеличивается скорость регенерации самой слизистой кишечника. И подавляется рост патогенных и условно-патогенных бактерий. То есть это вот такие полезные. Три вида лактобактерий. То есть тут и лучше стимулируют защитные силы организма. Способствует снижению кишечных воспалительных и флюбовых реакций. Продуцирует сериат ферментов. Поддерживает нормальную кислотность среды. Способствует подавлению даже роста хеликобактер пилы. Сейчас это очень много. Проблемы не только взрослых, но и детей. При различных кишечных инфекциях. Вот ротовирусная. Сейчас очень часто вспышки ротовирусной инфекции. Когда температура непонятная, а потом заканчивается не насморком и кашляем, и больным горлышком, а носом. То есть это кишечная инфекция. Вирусная, вот ротовирусная инфекция. Очень хорошо помогает именно этот набор бактерий. Способствует профилактике развития атопического дерматита. Если еще не развился у ребенка аллергия. И снижает продолжительность деревоиния при любых гастроэнтеритах, при любых заболеваниях. То есть когда сопровождается по носу. То есть быстрее восстанавливается организм. Какие активные прибиотики? То есть это луктулоза. Это фибригам из пищевого волокна смолы акации. И нулин. Но все знают топинамор. Это из клубни и корневища растения. Не только топинамор, тут несколько растений используются. То есть сорбируют токсины, выводят шлаки. Способствуют вообще выведению. Повышают способность эпителия всасывать полезные вещества. Представляете? Это вроде прибиотики, а сколько у них полезных слой. Ну а самое главное это обеспечить питание и способность выживания самих этих полезных бактерий. Вот. Также повышается всасывательность минералов. Тех же, например, кальция, магния. Доказано, что полезные бактерии участвуют в синтезе даже кальция, магния. И чтобы он усвоился в кишечнике, нужны как раз прибиотике тоже они помогают. Вот сами теперь понимаете, насколько это важно серьезно. Стимулирует образование короткоцепочных жирных кислот. Это важный фактор здоровья вообще кишечника. Вот короткоцепочные жирные кислоты, это источник, во-первых, еще и энергии вообще. То есть и они никогда, эти жирные кислоты мы боимся, они не теми функциям выполняют, как жир. Не надо этого бояться. То есть увеличивает всасывание воды, соли, поддерживает кислотную среду, микробную равновесие. То есть это очень полезные жирные короткоцепочные кислоты. Вот, дальше, бета-глюкан, это растительный полисахарид из дрожжевых грибков. Оказывает антитоксический эффект очень хороший, активизирует специфический и неспецифический иммунитет. Ну, вообще, даже активирует бета-болимфоциты. Это наша иммунная система. Тоже способствует выведению шлаки, ну и служит питательной средой для полезных бактерий. Вот, когда и как применять? У вас есть у всех аннотация, там всё это написано. Вот. Можете ещё записать то, что нет в аннотации. При приёме антибиотиков. Вот с первого дня приёма антибиотиков в течение двух недель мы рекомендуем принимать Pambiolab Kids. Детям с трёх лет можно уже по одной капсуле два раза в день. Во время еды. Дальше. В период адаптации к детскому саду или ребёнок пошёл в первый класс в школу. Не все же дети входят в детский сад. Бывает сразу в вас и в школу. Там тоже, опять же, контакт с таким количеством нового бактерий, которые нужно адаптироваться. То есть тут в течение двух-трёх месяцев иногда приходится применять. При поездках, вот смена климата. Вот мы зимой любим ездить в южные страны. Таиланд, Вьетнам, Китай, но в другие страны. Вот смена климата может спровоцировать очень быстро. Полезная наша влора гибнет. Во-первых, другое питание, другая среда. Ну и бактерий там больше, где теплее, там больше, в принципе, вредных бактерий, я имею в виду. Поэтому 7-10 дней первых в поездке надо тоже использовать в пробиодистке. Рекомендовать. Особенно дети. В период обострения аспиратурных заболеваний. Вот как сейчас сезон тоже, чтобы помочь активировать иммунитет. И при лечении ОРВИ, даже как лечение, тоже нужно, помните, было 70-80% иммунитета. Это там вырубит кализацимы, интерфероны. А как бороться с вирусом? Т, Б, лимфакциты. Все это необходим прием препаратов. Но аннотация у вас есть. Вот все препараты еще раз представлены. Если здесь плохо видно, на слайде, я думаю, видно получше, покрупнее, да? Вот. Ну и наш новый препарат. Я надеюсь, он станет любимым, как он у меня сейчас стал. Я его уже пью, уже принимаю. Препаратом для всех вас. Ой, извините, вернусь в фамбриолакту. Помните, я сказала, скажу позже про взрослых. Взрослым его тоже можно принимать, особенно кому рекомендуется. Аллергикам, у кого аллергия развилась до 3-х летнего возраста. Но у кого с раннего возраста аллергия. Почему? Если аллергия до 3-х лет развилась, то очень сильно страдает бифидофлора. И ее восстановить очень сложно. Здесь вот такой состав, который как раз у детей нарушен. Поэтому очень хорошо используют в этом взрослом. Только доза увеличивается в 2 раза. Если ребенок пьет по капсуле 2 раза в день, то взрослые, ну, с 14 лет, и взрослые принимают по 2 капсулы в 2 раза в день. Понятно? Только доза в 2 раза увеличивается. И также у людей, у кого непереносимость лактозы. Но пока нет препаратов взрослых, нужно использовать этот препарат. Он прекрасный, как альтернатива. Понятно? Взрослые еще не дозят. Взрослые, они двух постепенных. Несколько будут. Будут появляться, я вам буду собирать, буду проводить лекции. Я все буду по-другому рассказывать. Сама ждусь большими теперями. Вот сорбиотик. Вот такой флакончик, 250 мл. Заметили, он такой жидкий. Он гелеобразный такой. Ну, слегка густоватый. Вот коллоидная форма. Чем она хороша? Она быстро эвакуируется из желудка. Хотя из желудки она свое действие оказывает. То есть сорбирующий очистительный эффект. То есть и адресное воздействие там, где нужно. Очень быстрая детоксикация. Ну, и поддержка нормального биоциноза организма. Это уникальный продукт, который включает в себя комплекс функций. Во-первых, жидкие, еще раз скажу, нацелены на удаление бактериальных токсинов. То есть вот эти сорбенты, они и эндо, и экзотоксин. То есть на разные токсины действуют. Фармпрепараты нейтрализуют некоторые. Почему мы говорим, например, вот эти сорбенты нужно принимать. Фит, сорбовид, токсоватер, сорбюгиль, разобщать там полтора-два часа с фармпрепаратом. Потому что они сорбируют и фармпрепараты, как чужеродные компоненты. И выведут. А если человек постоянно принимает фармпрепараты серьезные, там особенно гормональные. Или при сахарном диабете, или при гипертонии, мы же не можем, или асматика. Вот выведутся часть препаратов, он будет себя чувствовать хуже по его основному наболеванию. Правильно? То этот препарат выводит только эндотоксины. Он с фармпрепаратами не конкурирует. Представляете, какой плюс? А? Это очень важно. Не надо бояться, когда принимают фармпрепараты, и не надо полтора-два часа, чтобы разобщать. Достаточно 20-30 минут, чтобы он работал, и все. То есть это очень удобно применить. Вот. Это прибиотик. То есть не только сорбент, это еще и прибиотик. За счет чего, тоже позже все постепенно расскажу. Направленный на поддержание и восстановление, в первую очередь, бифидофлора. Содержит специализированный детокс-комплекс бактериальных метафильтратов. Там не бактерии, бифидобактерии введены, да? А метафильтраты. То есть только вещества, которые оказывают необходимое действие. Причем с противомектуробным, противогрибковым и противовирусным действием. Защищает и поддерживает нормальную нашу норму флора. Регулирует и стабилизирует поашек кишечники, то есть уровень среды. Не имеет побочных эффектов. Не содержит сахара, сахарозу. Можно диабетика. Можно хоть кому. Я тоже пью. Дело просто в том, что это на самом деле шикарный препарат. Не содержит никаких красителей, консервантов, лактозу, сахарозу. Без ГМО, без глютена. Можно людям непереносимостью глютена, то есть цеприколиакии, превозможных всевозможных аллергии. Единственное, что не прошло апробацию клиническую. Люди беременные кормящие. Поэтому пока для них противопоказано табу. Вот пройдут клинические апробации, нам скажут, когда мы скажем, можно ли. Не потому, что это вредный препарат. Я вот чувствую по себе, что можно его и беременным кормить. Но, коли клинической апробации не было, мы пока беременные кормящие рекомендовать этот препарат не можем. Понятно, да? Вот. Не имеет еще раз повышенного действия. В состав продукта включена сеть функций, характерная для метабиотиков, прибиотиков, сорбентов и детокс-продуктов. То есть это комплексный препарат. Регулярный прием продукта рекомендован всем абсолютно, независимо от пола и возраста. Как фактор ежедневного контруда биоциноза кишечника. Услышьте меня. Он полезен абсолютно всем. Кому особенно? У кого букет заболевает? Чем старше, тем необходимее. Мы задали Андрею Алексеевичу вековство, как долго можно его принимать. Вообще рекомендуемый курс – месяц. Ну, есть случаи, когда там две недели принимать. Я вам сейчас тонкости немножко расскажу. Но вот почему всем полезен знать? А он говорит, можно вообще постоянно. Вот если люди с хроническими заболеваниями, или кто-то кумит. Или кто часто выпивает нагрузку на печень детства. Ну, хотя бы раз вечером или утром в день. Можно вообще на постоянной основе сорбентов использовать. Я решила, что мне, я ни курю не пью, но у меня болячки есть разные, да? Ну, я среди сидящих нас, ну вот, один у нас, увы, молодой человек. Остальные среднего или пожилого возраста, правильно? Вот. Поэтому нам необходимо, она молодая, может быть, ей курсами. А нам вот надо всех. Ну, как правило, ни одно заболевание есть. Согласитесь? Лишний вес – это уже проблема, по-моему, есть. Вот. Суставы болят уже проблемы. Со стороны пищеварительного тракта подними руку. Руку, у кого нет заболеваний со стороны пищеварительного тракта. У кого нет? Ни одной руки подняты. Поэтому, в принципе, показано. Даже просто для того, чтобы уводить эндотоксины. Есть такие очень умные слова. Я их помню еще со студенческих лет, но не помню, кто это сказал. Но я вам их скажу. Человек, неразумно питающийся, а мы все практически неразумно питающиеся, должен помнить, что кормит его не то, что лежит в тарелке, а то, что смог усвоить его желудочно-кишечный тракт. То, что мы едим, надо еще уметь расщепить и переварить. Если у нас больной желудок и не хватает кислоты, например, сможем мы правильно расщепить пищу? Нет. Если у нас повышенная кислотность, горит и полезная. Правильно? Много слизи вырабатывается. Это потом нарушает пищеварение, если повышена кислотность. Много продуктов воспаления, согласны? Включая кровь, они впитываются. Дальше. Поджелудочная железопечень. Ну ладно, нет серьезных заболеваний. Дискинизии желчеводящих, хронические холецистит. Я уж не говорю про паразитоз. Не говорю о легке. Потому что у каждого у нас что-то да и есть. Согласны? И заболевания кишечника. Проблем со стулом у кого не было никогда. Ну я не знаю таких людей. Все равно периодически они бывают. Но очень много людей, у кого хронические заборы. Очень много людей, кто склонен к диспепсин, кто склонен к жертвому столу, к диареи. То есть показания вот обширные, большие, надо использовать. Надо выводить эндотоксин. Дальше. Если человек болеет ОРЗ, погибают бактерии, погибают вирусы. Вот мы лечимся, там препараты даже. А куда это, кто это помогает выводить? Нужен энтеросорбент. Который эндотоксины будет выводить. Потому что если этих токсинов накапливается много, уже кишечник не может переварить. Даже если заболевание кишечника. Убивается микрофора. Кто будет дальше расщеплять пищу без полезных бактерий, это не получится. И запускается механизм, активируется условно-патогенный, патогенный, и все как круг намыкается, и все повторяется. Понятно? Поэтому, а он очень вкусный, между прочим. Его нужно даже не разводить, пить, потом запить, нужно разводить водички. То есть какие показания? В составе комплексной терапии заболеваний кишечника. Это самое главное. Что если проблемы с кишечником, в первую очередь, которые сопровождаются нарушением биоциноза кишечника. Энтерогенных заболеваний желудочного пузыря и печени. То есть, опять же, желудочный пузырь, печень, кишечник. Это вот первое показание. Дальше, предисклипсии. Метеоризм, запора, диарея. Синдром старческого кишечника. Помните, о котором я говорила? Атония кишечника, когда не может выдавить, да? То есть сократится, мышечность страдает. При аллергических кожных заболеваниях. Вот особенно при кожных, он наиболее эффективен. Но и эффективен при бронхиальной астме. Это абсолютно точно. При пищевой, лекарственной, алкогольной интоксикации. Работе и условиях время присутствует. Неблагоприятная экология. Ну и для профилактики детоксикации. Мы живем все в городе. У нас воздух-то какой. Мы сидим, окна закрыты, мы слышим, как машина ходит. То есть у нас загазованность огромная. Несмотря на то, что производств куча. Ну, хоть и современные очистные сооружения, но выбросы периодически бывают сравними. Согласны? Вот. Поэтому необходимость огромная. Формула сорбеотика включает в себя, что вот именно сорбционный, что чистит, выводит токсины. Сорбционный комплекс. Это диоксид кремния, это хитозан, это гуминовая кислота. Это способность связать и вылезти из организма и аллергены, и токсины любые абсолютно. Также и радионуклеиды, и соли тяжелых металлов. Но главное это токсины. Главное. Это главное. Надо понять. Антибактериальный противогрипповый фактор. Это постбиотический метфильтрат субтилиз. Это вещества, которые бета-глюканы убивают, разрушают клеточные стеночки и кандиды. То есть кандиды не может размножаться. Если она не может размножаться, то она выводится, организм погибает и выводится. То есть и на другие микроорганизмы, причем условно патогенные, патогенные, грамм отрицательные, грамм положительные. Что же нужно пить для того, чтобы в курсе, допустим, противокандидной деятельности? Ну, если чисто противокандидной, у нас все же есть кандидфайтер, который быстрее это сделает. Но можно кандидфайтер сочетать с сабиотиком, как Гинсбург говорил на встрече в октябре, на медконференции. Он говорил, что лучше сначала пропить сабиотик месяц. Причем такое чувство, что он с ним знаком. Он его очень хвалил. Значит, не рассказывал о какие-то тонкости, но очень хвалил. Говорил, что когда придет сабиотик, его не сравнить ни с чем. Не умаляются, ну как бы не уменьшаются свойства положительные этих сабиентов. Они очень хорошие. Но этот препарат, он реально шикарный. Да, он комплексный, правильно. Молочная кислота входит в состав. То есть это регуляция биоциноза. То есть ПАЖ. ПАЖ важна везде. Ну в хране ПАЖ измеряем, да? ПАЖ измеряется в моче, все знают. В кишечнике она тоже важна. То есть он нормализует. Он не дает, угнетает условно-патогенную и патогенную микрофлору. Метафильтраты бактерий, о которых я уже говорила. Пребиотические компоненты. Причем доказано, что вот для питания бактерий, для их роста, чтобы они могли прижиться, расти и размножаться, там полезные бактерии наши, им для питания, кроме там молочной основы клетчатки, им нужны параминобидроидная кислота и три витамина. В2, В3, В5. И вот они в небольшом количестве, то есть 30% от суточной потребности, то что как раз достаточно для бактерий, для их питания, они вводятся в сорбенты. Задают вопрос, а как же сорбенты, витамины, мы уже раньше не даем, еще раз, не путайте эти сорбенты с этим продуктом. Он ни на фарм препараты, ни витамины не выводит. Он выводит эндотоксин. Понятно? То есть и эти витамины, они работают, когда они получатся, то есть они пропадают, они не выводятся никуда. То есть много вот на заимке было вопросов, подобных к Андрею Алексеевичу индивидуально подходили, замучили его, потому что люди подходят не в раз и задают одни и те же по сути вопросы. Как с фарм препаратом пить, как лучше пить. Ну вот сорбционный комплекс, диоксид кремния, основную гуминовая кислота, хитозан. То есть я немножко вот остановлюсь на некоторых препаратах. Вот там внутри коробочки есть еще инструкция, очень хорошая, подробненькая, она мелкая, я вам распечатывала. Основное все есть. Ну, занимать целый час можно, просто один состав говорит. Здесь есть, и то, что у вас есть, этого достаточно. На коробочке тут все, информации очень достаточно. Я просто скажу особенность, то, что вы, может быть, и не обратите на это внимание. Вот у нас есть вид продукты, где входят в состав гутавива. Вот там активность этой гутавивы, то есть там диоксид кремния, за счет диоксида кремния, царбирующий очистительный эффект, создается микропленка на уровне наночастиц, она очень-очень тонкая, нано, и она невидимая. Но она большой, вот один грамм, 200 метров квадратных. Один грамм. То есть очень тонкая на уровне, она создает царбационное способство. И не надо большого количества царбов. То есть даже микродоза, она способна вот очистить, вывести все. То есть нейтрализовать. Вот здесь диоксид кремний, он усовершенствует. То есть еще с большей площадью. С площадью 380 метров квадратных. Один грамм. Представляете? То есть в два раза эффективнее, чем в гутавиве. Да тут-то еще кое-что добавлено. И для сорбции, и для сорбции, и для восстановления микрорфов. То есть понимаете, что не один диоксид кремний. А в гутавиве только диоксид кремний. Мне некоторые уже задавали вопрос. Доктора мои знакомые, когда я начала в узком кругу общаться, и говорят, у нас такой замечательный продукт появился, сорбиотик. Говорю, там диоксид кремний, я не успела даже другое ничего сказать. Хотела просто перечислить. Аня, ну сейчас в пылесопу в аптеках продается, там тоже диоксид кремний. А там 300 миллиграмм на один грамм. У нас круче. У нас 380 миллиграмм. Понятно? А кроме этого у нас другие есть компоненты. То есть плюс, имея вот такое мельчайшее, они никаким раздражающим эффектом не обладают на слизистую. Не надо бояться даже при онкологических процессах. То есть безвредные, они никак на перистальтику не влияют. Как бы отрицательные. То есть и язвенные процессы, и эрозивные не противопоказаны. Потому что он очень мягкий. Причем, когда принимается диоксид кремния, почему он был введен, вот наносоргент наш Мутовима, в этих ВИПах? Может кто-то не знает, может кто-то забыл. Для того, чтобы потом, после их принимают за 30 минут до еды, а потом во время еды принимают саму таблетку ВИПа. Ну, на какую-то из функций организма действует. Кордис, например, на сердечных сосудах. Почему через 30 минут? Для того, чтобы успел подействовать наносоргент. А он что, для чего? Ну, вот вы скажете, у меня нет проблем с пищей. Для чего тогда мне пить? А для того, чтобы, когда он выведет все лишнее, даже то, что вы не ощущаете, мы все же ощущаем. Вот какие-то жалобы, только когда уже явные проявления. И лучше усвоятся те компоненты полезные, которые мы потом получаем. То есть любые препараты, которые мы пьем потом, даже фармпрепараты, ну и витамины, микро, макро, фитоэкстракты, то есть они все усваиваются лучше. Суть в этом. А тут представляете, какой эффект? Вот. Ну, уже хочется. Один пока диоксид кремния, да? Из полисорбовид, который в фармсети, он наш круче. Даже по 9-ти, по 9-ти. А там, кроме диоксида кремния, больше ничего не нет. Вот. Ну, тоже считается хороший препарат. Хитозан. Он связывает липополисахариды, клеточные мембраны, грамма отрицательных положительных бактерий. То есть бактерии и аллергены выводит, очищает. Вот его действие в основном это. То есть шикарный компонент. Очень большое внимание сейчас этому ноу-хау гуминам и вещества. Это одно из лучших природных детоксикатов. Сорбет, то есть с мощной связывающей способностью. Он ничего плохого, хорошее не выведет. Бояться не надо. Только плохое. То есть это вводит. Эндотоксины. Извините, ради чего мы прием. Соли тяжелых металлов. Радиогуклеиды. Все продукты распада гниения. То, что пища недоокислилась, недопереварилась, недорасщепилась. Это вызывает процессы какие? Два процесса. Бражение и гниение. Вот это вывести как помочь. Без вреда для организма. Помогают гуминове вещества. Также гуминове вещества способствуют выведению холестерина. Это общая вина. Выводит нитраты, нитриты. Инсептициды. То есть все вредности, которые опылили путем опыления растений. Чтобы лучше росли и жить. Вредители не развивались. И аллергены. Это уникальное свойство. Очень хорошая бедоступность. Проникающие способности. Они являются избирательным пробиотиками. То есть стимулируют рост конкретно бифидобактерий. А мы уже говорили, что бифидобактерии это в первую очередь. Клинически подтверждено, что гуминове вещества обладают, не обладают никаким мутагеном, канцерогеном, тератогеном, эмбриотоксическим действием. Вот это клинически доказано. Вот если было только гуминовое вещество в сербиотике, тогда можно было спокойно беременными кормящими. Но у нас есть другие компоненты. Пока комплексный препарат. Еще раз, на то говорят мне. Я вот это говорю, мне говорят, ну тогда почему нельзя беременную кормить? Потому что еще другие компоненты входят. То есть огромное количество свойств. То есть подавляют рост любых патогенных бактерий, включая вирусы и грибки. То есть свойства уникальные. Состав, ну тут пьяка очень написана. Все возьмете, прочитаете, то есть есть четыре вида, это там несколько видов бифидобактерий, лактобактерий, есть хитозаны, губиновые, есть диоксид кремния, есть три витамина, да. Основа там глицерин, ромокопили, то есть глицерин. А это знаете еще кому хорошо? Это нигде не описана в аннотации, а я вам как доктор скажу. У детей очень часто, и у взрослых, слышали такое повышение внутричерепного давления. А глицерин, фармокопили, вот как раз медицинский глицерин, он способствует выведению вот этой лишней жидкости. То есть при гидроцефальных каких-то гипертонзионных, он мочегонный, конкретные мочегонные эффекты имеет. То есть на что-то другое он научит, на половую он как бы из жидкости не гонит, а вот именно, то есть у него еще такое свойство есть. Вроде он как дополнение, как бы основанность, а у него полезные свойства-то есть, и очень серьезные полезные, полезные свойства, о которых нужно помнить. Теперь очень запомните, пожалуйста, очень особенно насчет приема. На бутылочке, ну, написано, как принимать его. На бутылочке написано и на коробочке, на аннотации, вот то, что в коробочке. То, что я вам дала, я уже написала правильно, как надо пить. Вот эти листочки раздала, почему? Как надо правильно пить. И мы с Андреем Алексеевичем это уточнили, пояснили и поняли. Все же лучше его надо принимать не с едой, как здесь написано, во время еды, а на голодный желудок, перед едой. Лучше запишите за 20-30 минут или 40 минут и до еды. Почему? Как любые с ответом. Почему написано, во время еды, а надо лучше принимать до еды? Ну, потому что, так, по секрету скажу, биологически активные комплексы, желательно все принимать с едой. Поэтому это просто общее требование, поэтому так залицензировано. Понятно? Ну, а вообще, конечно, лучше до еды. Вот. По 5,5 грамм концентрата, но это как раз 1 чайная ложка, полная чайная ложка, стандартная. Принимают от 1 до 3 раз в день. Сейчас мы об этом поговорим, когда 1, когда 2, когда 3. Его можно просто выпить, эту чайную ложечку, и запить потом водичкой. Сколько вам необходимо. Ну, по ощущениям, так? Вот. Или можно растворить в небольшом количестве воды. 30-50 миллилитров. Нельзя только в молоке растворить. Вот. Но я считаю, как доктор, все же лучше растворять в воде. 50 миллилитров, это четверть стакана воды, развести в воде, он довольно легко растворяется. Я пробовала его растворять, но хорошо растворяется. Очень приятный на вкус, с кислиночкой, с такой легкой. Вот. Курс средний приема 1 месяц. Но по рекомендации врача, курс, конечно, изменен можно. Вот представьте, 1 месяц, что пить, если совершенно здоровый человек решил для профилактики. И зачем ему 3 раза в день? Достаточно 1-2 раза в день. Согласны? Если, тем более, человек принимает фармпрепаратов, как я говорила, и куча заболеваний, то есть букет различных заболеваний, вот. Он не может принимать 3 раза в день, даже если он хочет. Потому что, ну, слишком уж много будет препаратов. Это один вариант. На ночь. Потому что основной препараты принимаются с утра, ну или утро-днем там. Вот. На ночь, через час-два, ну лучше на голодный желудок назначен. Обязательно перед употреблением взболтать. Это необходимо. Потому что, если препарат постоит, он расслабится немножечко. Поэтому плотно закрыли и взболтает. Хранить нужно. Не надо обязательно ни в холодильник, ни в нужном. Вот. Но, если вы открыли, вы должны использовать в течение месяца при комнатной температуре. Если в холодильнике, то хранится дольше. Понятно, да? Ну, в принципе, смотрите, если его использовать один раз в день, то хватает этой бутылки на месяц как раз. Если два раза в день, то на 22 дня. А если три раза в день, то на 15 дней только. Поэтому, вот просто вам покажусь. Но открытую, желательно, если хранится в комнатной температуре, вы должны в течение месяца выпить. И обязательно плотно закрывать. Почему? Потому что, чтобы микрофлора, которая у нас в воздухе циркулирует, а ее очень много всевозможных, чтобы она не попадала. Чтобы бактерии, которые там у них нет, эффектраты есть, они не работали. То, что из-за среды получили. А работали у нас там пищеваренные, чтобы не тратились. Ну, просто и понятно. Согласны? Вот. Плотно закрывать. Три раза в день надо, я считаю, использовать. Кому? У кого отравление? Кишечная какая-то инфекция? Тогда, конечно, три. После приема антибиотиков, вот человек плохо себя чувствует. Или после химиотерапии. Тут можно три раза в день. Но не обязательно месяц. Например, 10-14 дней. Три раза в день, потом перешли на 1-2 приема. То есть все индивидуально. Если сомневаетесь, не знаете, как всегда можно прийти ко мне, я вам всем подскажу, без проблем. Кто по записи находится далеко, я могу свой скайп потом передать, тебе написать, как вам нужно. Без проблем написать, но я отвечу. Я отвечу в других городах. Проконсультировала. Это понятно? Вот. Теперь возьмите те листочки, о которых я вам говорила, что они в начале лекции, что они отвлекаются. Здесь расписана программа, как у вас на листочках, там с питанием, как написано, как отдельно питаться людям при запорах и при диарее. Склонности к диарее. Видите, да? Вы не читайте сейчас, просто вы смотрите. Там все подробненько расписано. А внизу схема при приеме препаратов. Но там написано только или при запорах, или при поносах. А вот запишите, пожалуйста, то, что написано для здоровых людей с нормальным стулом. Их проблема, там, может быть, с пищеварением, стул при этом быть нормальным, не обязательно он нарушается. Не у всех есть, у процентов. Поэтому как принимать программу? Первый курс, ну, в течение, как правило, 14 дней. Это токсфайтер или фитосорбовит в обычных дозировках. Кто не знает, могу продиктовать. В обычных дозировках. Токсфайтер или фитосорбовит. Но токсфайтер – это 2-3 капсулы или пол чайной ложки. Если вес у человека больше 80 кг, то целая чайная ложка. То, что тоже от веса учитывать, тоже нужно. От 1 до 3 раз в день. За 30-40 минут до еды. А если это вечером, то лучше тогда через час-полтора-два после нужно. Обязательно забивать стаканом воды. И фитосорбовит то же самое. Только у нас таблетка, 2-3 таблетки, в основном принимаем 2 раза. Но иногда можно один. Тоже запиваем стаканом воды за 30-40 минут до еды. Если это дневное утреннее время. Если это на ночь, то это через час-полтора-два после. В течение 2-х недель. Это абсолютно здоровым людям 2 раза в год рекомендуется. И вторая программа. Пробинорм. Потому что он содержит и лакта, и бифидофлора. Гринстар. Пробинорм. Пробинорм. По одной капсуле 2 раза в день. Во время и в день. В течение месяца. Даже здоровым людям 2 раза в год рекомендуется такая программа. Гринстар. Он тоже источник лактобактерий. И там есть кунзин-Ку-10. Есть витамины антиоксиданты. Есть лактобактерии. Это я сказала. И 3 вида водорослей. Хлорелла, спирулина, ламинария. Почему я Гринстар сюда написала? Как вы думаете? Не потому что лактобактерии. Потому что лактобактерии есть достаточно пробинормы. А потому что водоросли являются сорбентом, естественно. То есть на водоросли токсины и все недоокисленные, недорщепленные продукты тоже хорошо отцепляются. Это растительный армаг. Вот с этой целью. Ну и плюс они сами по себе источник йода и полезных веществ. Но главное очень для этой цели. И препарат Бурдок-С. Это для профилактики нарушений обмена веществ любых. Бурдок-С. Это экстракт лопуха с витамином царе. Состав очень хорошо. От чего лопуха? Для профилактики нарушений любых обменов веществ. Начиная с лишнего веса, жирения, сахарный диабет, подагра, артрозы. Ну то есть заболевания поджелудочной железы, печени, желудка. То есть любые. Ну это и плюс обменные нарушения. Пьется по одной таблетке 3 раза в день. Лучше за 10-15 минут до еды. По одной таблетке 3 раза в день за 10-15 минут до еды. Если вес человека 90 кг более, то рекомендуется пить по 2 таблетки 3 раза в день. Понятно? Ну до 90 по одной. В принципе достаточно. Но если уже у человека подагра, тогда лучше тоже подмерь. Потому что он нормализует еще и обмен хомочевой кислоты. А в меморазов как раз при подагре это лечение. Там подмерь таблетки. Понятно? Схема при запорах. Но обратите внимание, первый курс он тот же самый, только добавляется лицетин. Потому что мы помогаем работе в печени. Почему? Запор бывает. Причины-то запора бывают разные. Бывает нарушение микрофлоры кишечника. Бывает при нарушении желчь оттока. Задержка оттока желчи, пища хуже усваивается. Или, например, это расщепляется. При состоянии после холецистектомии, когда удален желчный пузырь. Нет резервуара, где желчь содержится. И желчь утекать может. Не в то время, когда надо. Или, вот в норме, как происходит, когда есть желчный пузырь, функционирующий. Человек ест, у него пища в желудке пока. Желчь сидит у нас в желчном пузыре, никуда не двигается. Как только желчь начинает попадать из желудка в двенадцатиперстную кишку, и только тогда начинает бросаться желчь. То есть, открывается флатрик сосочек, который держит, это протоки из печени, из желчного пузыря. То есть, он сбрасывает ночное желчь. То есть, пищеварение. А что происходит, когда желчного пузыря нет? Основную функцию, ну, какую-то частичную, скажем так, функцию, чтобы хоть как-то скопить эту желчь, чтобы она постоянно не текла, иначе она как кислота будет постоянно раздражать. Кишечник разольется хронический калибр плодоязвенного или онкологии. Это серьезно. Вот. Что нужно? Нужно, чтобы не сбрасывался сразу, а он не может. Желчного пузыря нет, и что получается? Пища попала в желудок, и общий желчный продукт начинает спускать. И получается, что желчь попадает куда? На голый. То есть вес пищи, с листью, с листью, с листью, и она опять действует, как кислота. Вот когда придете на лекцию по печени, я там подробно буду рассказывать, как надо правильно питаться, чтобы не было побольше действий на кишечник, как сохранить подольше кишечника. Из-за этого диагноз диспепсия развивается, а нос и все получается. А если ко мне не забиты? Если я про лекцию на желчнокамерную болезнь буду приходить, тогда я все подробно расскажу, как и что. Там тоже нарушения. Поэтому лецитин помогается. Это как питание, и чтобы желчка была гомогенная, не расщеплялась, не образовывались песок, камни. То есть для этой цели лецитин. И лучше желчь оттекала, правильнее, скажем так. Второй курс, также гринстар, бурдок. И добавляем, обратите внимание, бифидопак. Потому что при запорах важнее бифидобактерии. Понятно? В первую очередь нужно заселить бифидобактерии. Вот при поносе там важнее лактобактерии. Поэтому, а при запорах наоборот бифидобактерии. Вы запомнили? При поносе что? Нет, запоры сейчас. При запорах важнее бифидобактерии. Поэтому мы в первую очередь даем бифидобак препарат. Например, хотя бы 2-3 недели бифидобак, потом переходите на пробенок. Потому что в первую очередь нужно заселить бифидобактерии. А потом уже пробенок. Вот. И даем какой-то из гепатопротекторов. Ну или гепатон-2, или гепатон-2, чтобы улучшить желчегон. То есть добавить мягкий желчегон эффект. И если люди с желчнокаменной болезнью, то мы эти препараты не даем, даем алиаприн гепатон. Ну то есть, когда будет по печени лекция, тогда я все подробно там буду рассказывать. Я просто обосновываю, почему те или иные препараты здесь указаны. Дальше. Дополнительно. При запорах нужно включать витаминизированные кисели. У нас ассортимент киселей очень разнообразный. И вот люди иногда берут то, что по вкусу им нравится, по ягодкам, по витаминам, по составам. Они понимают, что это надо связывать еще с тем струмом, который есть у человека. Для кого вы покупаете кисели. Вот. Если с полной запором, то предпочтительнее выбрать овсяный кисель. Сливовый, овсяный. С подорожником. Сливовый, мультизлаковый, облепиховый. Вот сейчас вам давали пробовать, кому-то достался облепиховый, кому-то мультизлаковый. Они все... А? Вот. Ну, просто разное разрешение вам просто дали попробовать. Также у нас еще есть напиток легкое настроение, который усиливает послабляющие эффекты, облегчает. Есть коктейли, коктейли, которые содержат полезные бактерии. Наполнительные еще. Это провитель заряд и провитель после шести. Но лучше все же провитель после шести. Да, он очень скользуется. Он больше выгощен и полезен бактериям. Записали? Дальше. При жидком стуле. Препаратом выбора, смотрите, у нас нет токсфайпера. У нас только фитосорболит и соробиогель. Но у вас это все в аннотациях есть, это писать не надо. То есть все это у вас есть в листочках ваших. Дальше. То есть, потому что при жидком стуле нельзя усиливать перестатику. Еще раз повторяю. Дальше. Второй курс. Бурдок. Пробинорм. И вместо Гринстара мы даем, что? Комплекс ферментов Биокаскад. Нужно помочь пищеварению, расщеплению, помочь ровным пищеварительным трактом. То есть помочь поджелудочной железе и кишечнику переваривать пищу. Чтобы она не вылетала, не переваренная. То есть не теряла организм в воду так сильно. То есть комплекс ферментов. Тут отличие. Вместо Гринстара комплекс ферментов Биокаскад. Третий курс. Вот когда уже восстановим, мы даем нейростабил, антистрессовый препарат. Даем промидор, мы даем алиапрентгепа. Можно Гринстар использовать, но одна-две капсулы, то есть небольшая незамочка. А киселей здесь другие, кроме овсяного. Вот овсяный он при любых состояниях хорош. Его можно при любом стуле, не ошибетесь. Но здесь лучше взять облепиховый, черника, черничная, да, черника-вишня и клюк обрусника. Здесь вот эти кисельки очень нужны. И из коктейлей, конечно же, проветель после шести тоже. У вас это все на листочках есть, просто озвучила и объяснила почему. Благодарю вас всех за внимание, очень рада была видеть, но имейте в виду, что в программе не указан сабиотик, сабиотик можно заменить все. То есть любой наш кикоксфайтер, фиктостраболит, я надеюсь, вы поняли, да?